Из нас солдат. Территориальные обороны за один день сформировали штурмовые подразделения. Отправляют штурмовать Авдеевский укрепрайон без какой-либо поддержки артиллерии, связи, саперов, разведки на убой. Мобилизованные расформированного полка 1439 из Иркутской области трижды обращались к Путину, министру Шойгу и губернатор области с жалобой на командование. Видео текстового обращения опубликовало издание «Люзи Байкала». Отреагировал только губернатор. Обратился за разъяснениями в военную прокуратуру Министерства обороны РФ. Там определили ответственного за работу с нашими военнослужащими. Проведены индивидуальные беседы и в ближайшее время ребят переведут к новому месту службы. Держу ситуацию на контроле. А новым местом службы оказался другой укрепрайон, который тоже пришлось штурмовать. Козев сказал, что ребятам помогут и вывезут их оттуда еще несколько дней назад. После этого уже пришел следующий приказ, что они уезжают на три месяца. То есть ничего не делается. Мужья там, то есть я не одна такая, мужья просят помощи у нас, чтобы мы что-то сделали. Мы пишем обращения и так далее, но нас перенаправляют с ведомства на ведомство. Муж Анастасии мобилизованный из Иркутской области. Родственники полка 1439 не хотят называть ни себя, ни своих мужей. Но снова и снова просят губернатора о помощи. Вот первое обращение к Путину мобилизованных из того же расформированного полка 1439. Многие имеют хронические заболевания, лишний вес и другие медицинские ограничения. Таким образом сложно представить, как такое подразделение может выполнять боевые задачи, связанные со штурмом. Их готовили стоять на блокпостах, охранять мосты и склады. Но полк расформировали. А новое командование сказало им, что теперь они штурмовики или даже мясо. Полк 1439, там практически каждый такой. Кого не устраивает сидеть вот таким вот. Я говорю, у меня язык не поворачивается, но мясом. Их так называют. Когда они там просят, допустим, форму, еще что-то, мясу форма не нужна. Их бросили без артподдержки, потому что им говорят, что они как мясо. Там мясорубка, поэтому они не хотят идти. То есть они согласны воевать. У меня муж, кто с ним рядом, близкий. Они без проблем пошли на мобилизацию, на СВО, в принципе. Но просто дело именно в том, что их бросили там сейчас. На новые жалобы военных губернатор Кобзев не отвечает. Обращайтесь с линии фронта на горячую линию Министерства обороны. А губернатор держит ситуацию на контроле. Вчера даже мы были на одном мероприятии, ко мне подошла женщина, обняла и говорит, спасибо вам за снаряжение. Игорь Кобзев и правда уделяет много эфирного времени мобилизации. Вот он собирает снаряжение. Вот дарит цветы матери убитого солдата. А вот он и сам поехал в сторону фронта, чтобы передать собранную иркутянами помощь и даже почитать им стихи. За наш покой, за веру в справедливость, за ваши подвиги и мирные дела, за то, что бережете вы Россию. Мы благодарны вам сегодня и всегда. Хороший. Предметы первой необходимости, продукты, снаряжение, собранные жители Меркузской области и, конечно, стихии. Губернатор передал мобилизованным. Но явно не всем эта помощь дошла. Вообще ничего нет. Что они там ходили в какой-то магазин, нашли какую-то тропинку. Коробок спичек 100 рублей. Кинулись просто на лапшу и хлеб 40 тысяч с пацанами. Жена ему отправляла там деньги, потому что у него ни одежды, ничего не было. Все было порвано, чтобы он купил себе хоть какую-то одежду. Это сестра еще одного мобилизованного из Иркутской области. Уже больше месяца он не выходил на связь и найти его не получается. Она не знает номер его подразделения. Но по описанию он мог оказаться в том же самом полку 1439, большая часть которого, по словам солдат, уже разбита. Тимофей Рожанский. Настоящее время.